Поняла взгляда, гадатель в гадании не нашел объяснений, Воскурением сновидец не проник в мою участь, К прорицателю прибег я, он не дал понимания, Заклинатель обрядом не отвел мне в Бога. Что за странные вещи в стране творятся? Вот уже начинается обобщение у него. Погляжу ли назад, по пятам несчастью, Словно тот, кто в излиянии не свершал Богу, И во время трапезы не призвал богиню, Кто не падал ниц, не множил поклоны, Чьи уста не знали молитвы и просьбы, Кто дни Бога не чтит и к праздникам не брежен, Ну и так далее, длинное перечисление, Вот таким я стал. Дальше он видит, что он все делал как следует, А беды его постигли ужасные, тем не менее. Что еще очень интересно, вы знаете, Вот мы говорим в Библии, другие подобные тексты, Они часто перекликаются между собой. И знаете почему? Не просто не надо думать, что они читали друг друга. Просто были такие ходячие изречения, Которые попадали то в один текст, то в другой. Вот, например, здесь же. Тяжела его рука, непосильна мне ноша. Это из книги царств библейской, 5.11, глава 5, стих 11. Означает ли это, что автор библейский читал этот текст? Нет, это так ходило. Вот его рука, это рука Бога, Которая постигла этого человека. Ну, дальше рассказывается, как Боги над ним сжалились, И ему все вернулось, и все стало хорошо. Обычно этим и кончается. Праведников Бог, в конце концов, мирует. Но, вот, почитаю я вам эту самую «Диалог господина с рабома». Это опубликовано, это мой перевод тоже, но эта книжка, к сожалению, является библиографической редкостью. Так что, просто я его почитаю так. Этот текст называется, по первой строке, как ему положено, «Раб, повинуйся мне». В науке называется «Диалог господина с рабом», или еще у него есть другое научное название, «Диалог о пессимизме». Еще я прошу вас обратить внимание на то, что «Раб» здесь изъясняется пословицами, или пародирует пословицы, тогда известные. Или пародирует известные литературные, тогда уже классические произведения, что тоже интересно. Я потом обращу ваше внимание на это. Вот, значит, такой диалог. «Раб, повинуйся мне». «Да, господин мой, да». «Поскорей приведи колесницу, ее запряги, во дворец я поеду». «Поезжай, господин мой, поезжай». «Благословение царя с тобою будет. Если ты в чем и провинился, он окажет тебе милость». «Нет, раб, не поеду я во дворец». «Не езди, господин мой, не езди. Царь в дальний поход тебя отправит. Пошлет неведомую дорогой. Днем и ночью страдать он тебя заставит». «Раб, повинуйся мне». «Да, господин мой, да». «Принеси-ка воды мне для рук, полей мне ее, обедать я буду». «Обедай, господин мой, обедай». «Частая еда облегчает сердце». «Обед человека, обед его Бога». «К вымытым рукам благосклонен шамаш». «Шамаш» — это Бог солнца, это судья, богов и людей. «Бог справедливости». «Нет, раб, не буду я обедать». «Не обедай, господин мой, не обедай». «Еда и голод, питье и жажда всегда с человеком». «Все равно ведь наесться нельзя навсегда». «Какой смысл обедать». «Раб, повинуйся мне». «Да, господин мой, да». «Приведи-ка мне колесницу, ее запряги, я на волю поеду». «На волю». Кто-то так пришлось перевести. Там употреблено слово «сэру». Это за пределами, так сказать, цивилизованных мест. Он поедет в дикие места. «Поезжай, господин мой, поезжай. Вольный бродяга всегда набьет желудок. Бродячий пес косточку отыщет. Перелетная птица гнездо устроит. Бегучий анагр, анагр – это дикий осел, пищу найдет и в пустыне. Нет, раб, не поеду я на волю. Не езди, господин мой, не езди. У вольного бродяги неверная доля. У бродячего пса обломаются зубы. У перелетной птицы, думаю, в стене замуруют. У бегучего анагра степь его ложа. Раб, повинуйся мне. Да, господин мой, да. Создам-ка я семью, заведу детишек. Заведи, господин мой, заведи. Создай семью, дальше разбито, к сожалению. Кто завел детей, обеспечил себе заупокойные жертвы. Вот почему нужно было обязательно иметь детей, чтобы кто-то молился и совершал возлияние. Нет, раб, не создам я семью. Не заведу детишек. Не создавай, господин мой, не создавай. Семья, что сломанная дверь, петля ей имя. Из детей лишь треть здоровых, две трети убогих. Так создать мне семью? Не создавай семью. Создавший свою семью, отчий дом расточает. Раб, повинуйся мне. Да, господин мой, да. Своему врагу окажу я покорность. В суде промолчу перед своим супостатом. Толстовцев хочет стать, господин. Подставить другую щеку. Верно, окажи покорность, господин мой, окажи покорность. Промолчи, господин мой, промолчи перед супостатом. Нет, раб, я не покорюсь. Не промолчу. Не молчи, господин мой, не покоряйся. Если даже ты их та не откроешь вовсе, враги твои будут к тебе беспощадны и жестоки. Раб, повинуйся мне. Да, господин мой, да. Учиню-ка я злодейство. Учини, господин мой, учини. Коль не учинишь ты злодейство, где возьмешь ты одежду? Кто поможет тебе наполнить брюхом? Нет, раб, не учиню я злодейство. Кто учиняет злодейство, того убьют. Или живьем сдерут с него кожу. Либо его ослепят, либо схватят и бросят в темницу, говорит раб. Раб, повинуйся мне. Да, господин мой, да. Женщину я полюблю. Полюби, господин мой, полюби. Кто любит женщину, забывает печали и скорби. Нет, раб, не люблю я. Не полюблю я женщину. Не люби, господин мой. Не люби женщину. Женщина яма, западня, ловушка. Женщина острый железный нож, взрезающий горло мужчины. Раб, повинуйся мне. Да, господин мой, да. Поскорее принеси мне воду для рук. Ее полей мне, совершу я жертву своему Богу. Соверши, господин мой. Соверши. Кто свершает жертвы своему Богу, у того хорошо на сердце. Один заем за другим дает он. То есть он с процентами получит обратно все это. Нет, раб, не свершу я жертвы. Не свершай, господин мой. Не свершай. Прослушайтесь в это замечание раба. Приучишь ли ты своего Бога ходить за тобой, как собака? Раз он требует от тебя то обрядов, то послушания, то велит не задавать вопросов. Помните, я говорил, что в теодицеи нельзя задавать вопросы. Там вся мораль теодицеи. Задавать вопросы не надо. Раб, повинуйся мне, да, господин мой, да. Давать в рост я буду. То есть ростовщиком станем. Верно, давай, господин мой, давай. Кто дает в рост, сохраняет свое. Доход же огромен. Нет, раб, давать в рост я не буду. Не давай, господин мой, не давай. Давать в долг, что любить женщину. Получать назад, что порождать детей непутевых. Люди твое же зерно съедят, а тебя изругают. И тебя же лишат на твое зерно дохода. Раб, повинуйся мне, да, господин мой, да. Свершу-ка я доброе дело для своей страны. Верно, сверши, господин мой, сверши. Кто делает доброе дело своей стране. Те я деяние того мардука в перстне. Нет, раб, не свершу я доброго дела для страны. Не свершай, господин мой, не свершай. Поднимись и пройди по развалинам древним. Это породие на знаменитое литературное произведение поэмы о Гильгамеша, где говорится «Поднимись и пройди по стенам у рук, какое великолепие там человеческих рук, дело». Он ему говорит «Поднимись и пройди по развалинам древним, погляди на черепа простолюдинов и златных. Кто из них был злодей? Кто был благодетель? Раб, повинуйся мне». Да, господин мой, да. Если так, то что ж тогда благо? Шею мою и шею твою сломать бы. В реку бы броситься, вот что благо. Кто столь высок, чтоб достать до неба? Кто столь широк, чтоб объять всю землю? Тоже цитата из классики, тогдашней уже классики. «Нет, раб, я тебя убью, отправлю первым. А господин мой хоть на три дня меня переживет ли?» Спрашивает раб. Вот на этом кончается этот удивительный диалог. Он датируется примерно в X веке до нашей эры. Вот так тогда уже думали люди. И что же на все на это можно сказать? А на это, между прочим, ответ есть. Только он был высказан, опять же, он, наверное, был высказан гораздо раньше, но занесен, вот дошел до нас. Какой ответ? Суета, сует, все суета. Это книга, библейская книга Экклезиаста. Книга проповедующего в собрании называется. Экклезиаст – это греческий перевод, по-еблейски это означает «когелет», что означает «тот, кто проповедует в собрании». «Суета, сует, все суета». Но он не ограничивается этим, этот ответ. Он затем дает еще другое. Простите, сейчас я найду это место. Почему-то не сделал. Он говорит здесь, что на самом деле. И еще довелось мне увидеть на свете, это говорит вот этот проповедующий в собрании Экклезиаста, что не быстрым удача в беге, не храбрым в битве, и не мудрым хлеб, не разумным богатство, и не сведущим благословение, но срок и случай постигает их всех. Ибо так и человек не знает срока, как рыбы, захваченные злою сетью, и как птицы, попавшие в селок. И дальше он говорит ему следующее. Как? Что надо делать? Он говорит ему, «Посылай свой хлеб по водам, ибо спустя много дней ты найдешь его. Давай долю семи и даже восьми, ибо ты не знаешь, какая беда на земле может статься. Если наполнятся тучи, то на землю дождь они проливают, и если упало дерево на юг или на север, то дерево там, куда оно упало. Точно так ты не знаешь, откуда стало дыхание и кости в беременной утробе, как так не знаешь ты дел Бога, создающего все. Радуйся, юноша, молодости твоей, и в дни юности твоей да будет сердцу благо, и ходи по путям, куда влечет тебя сердце, позримым твоими очами, и знай, что за все это Бог призовет тебя к сумме. Дальше он говорит ему, что самое правильное для человека это радоваться жизни и любить свою жену, ласкать своего ребенка и делать ту работу, которую умеешь. И тут выясняется, что это тоже такое кольцо замыкается. Вот в поэме о Гильгамеше, которую пародирует раб, есть такой эпизод, когда Гильгамеш пускается в странствование в поисках бессмертия, и он, дойдя до края земли, видит там такое место, кабачок, который посещают боги. И там есть хозяйка богов, которая спрашивает у него, куда и зачем он идет, что ему, собственно, надо. И он ей объясняет, что он умер, его друг, и он пытается найти бессмертие. Он подумал, что, наверное, такая же участь постигнет и его самого. И он хочет найти бессмертие. И вот, что отвечает ему хозяйка богов. Хозяйка ему вещает Гильгамеш. Гильгамеш, куда ты стремишься? В жизни что ищешь? Не найдешь ты. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку. Жизнь в своих руках удержали. Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок. Днем и ночью да будешь ты весел. Праздник справляй ежедневно. Днем и ночью играй и пляши ты. Светлы да будут твои одежды. Волосы чисты, водой омывайся. Гляди, как дитя твою руку держит. Своими объятиями радуй подругу. Только в этом дело человека. И вот это почти дословно повторяется в книге «Экклезиаст». Только с одной маленькой разницей. Это было написано на тысячу с лишним лет раньше. Вот такой круг. Между «Экклезиастом» и этой книгой лежит диалог господина с рабом. И так потом это все замыкается туда. То есть это действительно единая литература. Ее читали все люди, которые учатся читать. Это была очень нелегкая работа. В школе надо было учиться лет 10, чтобы превзойти все науки. Так же, как и теперь. Но только науки были куда более трудны. Ну и, конечно, сколько балок об него обломали об этого ученика, это ни в сказке сказать, ни пером описать. Мы среди известных нам табличек пропадают ученические упражнения в письме или под диктовку кто-то писал или переписывал. Это не очень понятно, что он делал. Но это такие каракули. Когда посмотришь на это и думаешь, боже ты мой, что же с ним сделали бедным? Сейчас, через 2-3 тысячи лет его жалко. Какую бы ему пришлось порку перетерпеть за такую бессонину? Вот эта литература, это принадлежность ближневосточной цивилизации. Одна из таких вот общих принадлежностей. Я наряду с монотеизмом. И такие же общие признаки, охватывающие все, каждую цивилизацию в отдельности, можно указать и для индийской, и для южно-азиатской цивилизации. Вот представление о карме, о сансаре. Это везде. Это и в буддизме, и в индуизме. По сей день до сих пор существует. Это обязательно. И вот это то, что в представлениях дальневосточной цивилизации у японцев другая религия, чем у китайцев. Но они, конечно, хотя они, может быть, и не признавцы, они такие же конфуцианцы, как китайцы. То есть вот это вот общее все можно найти в любой из этих, в каждой из этих цивилизаций. Что отличает ее от всех других. Это присуще только ей и только ей. Поэтому я и думаю, что вот это предложенное мной в различении цивилизации, как типа культуры, и вот отнесение к одному типу по таким вот повторяющимся признакам, мне кажется, что это правильно. Конечно, вы можете думать иначе, но вот дело обстоит таким вот образом. Ну вот, наверное, мы на этом тогда закончим. Я поблагодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте мне их сейчас. Пока не в посту, потому что сегодня вечером я уезжаю на Своясе. Пожалуйста. Есть вопросы? Да. А у нас завтра стоит религия и ведение. А у меня прибавляет. Религия и ведение? Это уже не мое. Это завтра в жизни читать. Христианская церковь именно так и утверждает это. Но имеется много данных, подтверждающих, что дело было наоборот. Сейчас я попробую вам очень коротко это рассказать. Ну вот есть, например, вы, наверное, знаете, что главным богом Ассирии был бог, которого звали Ашу. Он очень странный бог. Во-первых, у него нет никакого мифа о рождении. Мы не знаем, откуда он взялся. Обычно у богов бывает, кто его там родители и так далее. Такие боги. Во-вторых, он не имел жены, что тоже странно. И характерно как раз для библейского божества. В-третьих, он, возможно, не имел и изображения. Во-вторых, нам ничего не известно о какой-нибудь статуе Ашура. К этому ко всему можно добавить, что его храм, кстати, его храм был единственным, как храм Яхве, он был один только в Иерусалиме, так вот был один храм у Ашура только в городе Ашуре. Больше ли не. И назывался он тоже очень интересно. Этот храм, все храмы в Месопотамии имели шумерские названия, так сказать, по традиции из глубокой древности. Он назывался Эшарра. Эшарра, это в очень грубом переводе на русский язык, означает примерно храм всего. Все, так сказать. Так вот, он, конечно, потом ему приписали и жену, там и все прочее. То есть, конечно, это было все тоже направление, он тоже шел в направлении единственного и единого Бога. Просто он не успел совершить это путешествие. В Финикии были храмы, в которых поклонялись кустому трону. Там не было никого. То есть, предполагалось, что есть некое невидимое божество, даже по имени неизвестное. А просто вот. То есть, вот эти зачатки или вот эта тенденция к монотеизму, она наблюдается там во многих местах. Ну и, конечно, известная реформа Эхнатона, это, так сказать, первое монотеистическое движение и все такое прочее. Ну и, кроме того, значит, и сам библейский бог Яхве, он, по-видимому, первоначально был всего-навсего духом места, гением места. Его все время связывают с горой, с Синаем. Да? Вот это был гений горы Синаи. То есть, это было одно из небольших божеств, не очень важных, которое потом стало вот этим мировым богом. Вот таким же мировым богом мог бы стать Яшов, но не успел, не повезло. Вот. Так что, по-видимому, все-таки речь идет сначала, тем более, что и в Библии, ведь есть много упоминаний об этом, что они были, вот, история, когда эта самая его жена украла богов семейных, книги бытия, она описывается. То есть, там было что-то в этом роде, были какие-то другие боги. Вот. Конечно, Библия была сильно почищена монотеизмом, и там следов этого осталось очень мало, но по случайному недосмотру только. Но, по-видимому, первоначально этого было много, и постепенно, вот, Яхве постепенно становится богом. Кстати говоря, когда вы встречаете имя этого бога, как и Ягова, вы помните, что это результат ошибки. Такого имени никогда не было, на самом деле. Это просто результат неправильного чтения. Как получилось неправильное чтение, я сейчас попробую вам объяснить. Дело в том, что имя это верующему иудею не полагалось произносить вслух. Нельзя было вслух произносить. Это одна из заповедей, не произносив суе имени Божьего. Одна из десяти заповедей. Его имел право называть по имени только первосвященник один раз в году. Вот, когда он входил в святая святых, он называл его по имени. А простым смертным это было недозволено. Но в дальнейшем, когда уже храма не существовало, и евреи были разбросаны по всему землю на шару, и надо во многих молебнах синагогальных полагается читать вслух Библию. А там же это имя написано. Вот как быть? Его нельзя произносить, но нельзя искажать божественный текст. Поэтому его заменяли словом Господь. Господь. То есть не именем, а эпитетом. Не по имени, а эпитетом называли. Поэтому, ну, вы, наверное, знаете, что еврейская письменность не передает гласных, да? Только согласные звуки. Значит, для того, чтобы, когда евреи оказались в России, для того, чтобы они не искажали святой текст, надо было как-то сохранить правильное произношение. Поэтому родилась вот эта система вокализации. Вот вы говорите еврейскую Библию, вы увидите, что под значками, под буквами и над буквами стоят специальные значки. Они указывают, какая тут гласная. гласные 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 от слова Адонай. Понятно? Но если буквы, обозначающие это имя произнеси с этими неправильными гласными, получится Ягова. Понятно? То есть Ягова это возникло в Европе в средние века. Просто по причине незнания, что все это означает. Замечательно. Что? Замечательно. Будет что сказать Яговист. Нет. Нет. Ягова это повторяю ошибки. Просто ошибочного чтения. Там на самом деле написано Господь. То есть не написано, конечно, а гласные от слова Господь. Чтобы человек не путался, ненароком не согрешил бы и не произнес бы это имя, которое нельзя произносить вслух. Понимаете? Вот. А если с теми согласными, которые там написаны, да с этими гласными, произнести, получается Ягова. Вот и все. Так что Яговисты, конечно, это просто результат полного невежества, что и говорили. Или эти свидетели Яговы. Кстати, меня вчера агитировали. Я ехал в автобусе, рядом со мной села какая-то дама и стала мне объяснять. Она спросила меня, знаю ли я, что написано, о чем написано в Библии. Я сказал, знаю, и думаю, что не хуже вас. Но она не отстала и продолжала меня вот этим самым свидетелем и яговой. Слава Богу, подошла моя остановка, я вышел. Так что, понимаете, такие вот вещи, это результат всяких недоразумений, возникавших с течением времени. Это все-таки очень древний. Он сам по себе. В тексте Библии есть куски, которые датируются примерно XIII веком до нашей эры и тексты, которые датируются III, а может даже II веком до нашей эры. То есть эта книга включает в себя тексты тысячелетней, за целое тысячелетие возникшие. И это, понимаете, там много очень сложных вопросов. Ну вот, скажем, та же книга Иова, о которой я вам говорю, очень романная. Дело в том, что в Библии есть слова, которые встречаются один раз. Очень трудно понять, что это такое, потому что в других семитских языках тоже не отыскать получается. Вот, особенно много таких слов в этой книге, книге Иова. Есть даже такой вот мой великий учитель Игорь Михайлович Дьяконов, он даже полагал, что это может быть не по-еврейски. Это тоже на каком-то близком семитском языке, но не по-еврейски. Поэтому отсюда такое изобилие непонятных слов. И хотя существует совершенно замечательный русский перевод этого текста, выполненный не кем-нибудь Аверинцевым, но этот перевод нельзя считать, так сказать, последним словом в этом вопросе. Но вся драма состоит в том, что тут ничем помочь нельзя. Пока не будут найдены какие-нибудь тексты, из которых смысл этих слов будет понятен, тут ничего не поделаешь. Есть там вот такие непонятные места, и это бедствие, к сожалению, на сегодняшний день исправить нечем. Но, конечно, уже такие вот, понимаете, есть же много таких вот забавных вещей. Ну, например, вот это самое предание ангеле, который восстал против Бога. это ведь тоже средневековая выдумка. А вы знаете, как она возникла? нечем.